Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. У нас сегодня вот такие вот аддикцы, вообще сладкие мукбанг. Они у меня были вот в такой упаковочке каждая. А вот эти лежали вот в такой. Если вы будете покупать, чтобы вы знали. В общем, я даже не ожидала, что внутри оказалась такая вот вкусняшка. Дальше у нас две булочки с джемом, хотя джема там совсем чуток. И мои любимые круассанчики. Сегодня у нас с вами сладкий мукбанг. Ведро чая под столом. Вчера я не снимала видео. Не было ни влога, ни мукбанга. Вы знаете, в чем заключается самая главная моя проблема? Я не умею правильно распределять время и ставить приоритеты. В январе я начала много снимать на бумажный канал. И у меня уже за два дня было 200 тысяч просмотров. Прикиньте, у нас там в аналитике показывают данные за 48 часов. Да, получается. И за 48 часов на моем канале было 200 тысяч просмотров. Потом на моем основном канале все начали писать. Вот, забила на этот канал. Там бабки, поэтому решила туда побежать. Короче, было очень много недовольных зрителей. И что я решила? Я решила с 1 февраля начать снимать влоги, начать снимать мукбанги. И меньше времени уделять рисованию. Или ничего. В феврале у меня офигенные просмотры на основном канале. Все довольные. И 3-4 дня назад я зашла на канал свой. Все падает. На бумажный канал. Там девчонки начали писать. Вот, набрала здесь аудиторию. Теперь пропала. Теперь видео будут выходить редко. А списка. Не ожидала такого от себя. Я такая думаю, блин, так нельзя. Вообще, по идее, можно утром встать, снять мукбанг и дальше сидеть и рисовать. Но когда я рисую, как-то я погружена в это. Погружена в какую-то коллекцию. Я что-то делаю. У меня нет настроя снимать мукбанги. Вот я не знаю, почему. Как сделать так, чтобы, например, мукбанги выходили через день. И через день еще выходили бумажные видео. Или мукбанги каждый день. Вообще не получается у меня совмещать. Может, это как-то звучит странно. Как оправдание. Но я реально в последнее время никуда не хожу. Я только занимаюсь блогом. Вообще, при желании можно успеть все. Абсолютно все. У меня были времена, когда я работала. Это было летом. Но я всегда работала из дома. Еще я снимала три видео. Каждый день я снимала для вас влог. Я снимала для вас два мукбанга. То есть, было бы желание, можно успеть все. Блин, такие вкусные у круассана. Я просто обожаю. Кстати, вот в комментариях меня спрашивали, а ты составляешь какой-то текст о том, что ты будешь рассказывать, как, периодичность. И у меня просто ответный вопрос к вам. Если вы планируете вечером, например, поужинать с подругой. Ну, там, после работы. Вы составляете текст, что я буду говорить про это, про то, про третье, десятое. Нет, вы просто слушаете, что она говорит. И говорите тоже что-то про свою жизнь. Вот у меня то же самое с вами. У меня такое ощущение, что я просто прихожу поужинать с подругой или позавтракать с подругой. И все рассказываю. Что как было, с кем виделась, что делала. Правда, не могу сказать, что я на все сто процентов все вам рассказываю. Нет. Есть вещи, о которых я не хочу хвастаться заранее, например. Очень мягенькая булочка с джемом. В общем, я рассказываю просто про свою жизнь. Рассказываю про то, что у меня произошло. Например, я недавно в тик-токе увидела видео. Там девушка рассказывает про то, что она изменила за последние 10 лет. То есть мы взрослеем, взгляды на жизнь взрослеют, взрослеют наши понятия. И вот что она в результате этого изменила в себя. И там целый список. Я посмотрев это видео недели две назад, думаю, вот, надо на мукбанке про это поговорить, потому что очень много пунктов из ее видео совпадают с моими пунктами. Надо, говорю, обязательно про это поговорить. И так эта идея и осталась. Каждый раз я просто сижу, рассказываю про свою жизнь, как мы с подругой пасли ее подругу на свидание. Как раз давайте сегодня расскажу про это. Что я изменила за последние 10 лет своей жизни. Раньше, когда мне было лет 15, я очень любила складировать разные коробочки. Моя коробочка от Пандоры, коробочка от Сваровских. Мне казалось, что это прям дорогой такой бренд. Эти коробки нужно сохранять. Любые пакетики, разные коробки, я все это складировала. Особенно, если это какая-то фирма. Потом в какой-то момент я начала понимать, что у меня все в коробках просто. Места и так нету, а тут еще и эти коробки. В то время мне казалось, вот, например, мы идем в школу, у кого-то сменка в каком-то брендовом пакете. Я думала, вау, какой у нее пакет классный. Надо тоже такой пакет купить себе. Сейчас как-то ценности поменялись, мне кажется. У меня столько было коробочек от Sunlight с украшениями. И вы знаете, я без сожаления все это выбросила. Когда я покупала вот это кольцо, мне опять давали коробочку. Я сказала, не надо, стоп, стопэ, ничего не надо. Я пойду домой и выброшу. Поэтому как-то я проще начала относиться ко всем этим коробочкам. Раньше я обожала, например, открытые полки. Я мечтала, что в моей комнате были открытые полки, и там лежали всякие сувениры, разные сувениры, чтобы их было много. Вот. Сейчас я это все ненавижу. Я раньше на каждый праздник просила подарить себе сувенир. Мне настолько нравились сувениры. И пофиг, что это были сборники. Тогда я кайфовала просто от всего этого. Сейчас просто не знаю, куда деть. Когда я хотела что-то купить и подарить Дианочке, моей двоюродной сестре, я увидела классные сувениры, но потом сразу я поставила себя на место нее и подумала, если мне подарили сувенир, я бы была бы рада. Такая думаю, нет. Решила не покупать. Это второй пункт. Третий. Я перестала делать эксперименты над волосами. Ровно 10 лет назад я красилась то в красный, то в блонд, то в милирование. В домашних условиях ставила эксперименты над своими волосами. Сейчас я вообще не крашу волосы. Вообще. У нас, кстати, генетика. У мамы волосы начали сидеть с 18 лет. И меня это тоже, видимо, коснулось. У меня тоже есть пару таких белых волосиков. Пока что я их выдергиваю, но, наверное, буду красить. Но, опять же, в свой натуральный цвет. Причем, в последнее время, последние годы, так скажем, мне очень нравится натуральный цвет. Я отказалась от бижутерии. Если прокрутить мои видео и посмотреть, например, 4 года назад, я покупала до хрена просто бижутерию. Я кайфовала от нее. Я ее носила. Я ее складировала. Вот эти вот колье всякие разные. Оставшуюся бижутерию я просто раздавила. Некоторые вещи у меня просто в шкатулке лежат. Что-то потемнело. Я выбросила. Я перестала любить огромные какие-то украшения. Мне больше теперь нравится что-то такое маленькое, изящное, но при этом золотое. Вот так вот. Гель-лак. Я полностью отошла от лаков для ногтей. Раньше я просто обожала. Покупала просто везде лаки. Ехала в деревню к бабушке. И там был небольшой такой магазинчик, ларечек. В общем, все лаки, которые есть там, я все их скупала. И это было безумно неудобно, кстати, красить ногти лаком. С одной стороны ты красишь, проходит буквально день. И нужно опять красить. Это очень затратно по времени. Я просто не представляю, что, например, я уже настолько привыкла к гель-лаку. Наверное, лет пять уже точно, без перерыва. Ни на неделю. Я делаю гель-лак. Да и много таких вещей. Например, раньше я мечтала о шубе из натурального мяха. Сейчас я считаю, что я была больная на голову. И даже когда мама мне говорит, что я выбрала пальто, и там есть натуральный мех, я сразу маме говорю, нет, мы это пальто покупать точно не будем. Как-то у меня въелось в голове, что натуральный мех, натуральная кожа – это жестокость. Я очень люблю животных. И я считаю, что не стоит убивать животное из-за их меха. Хотя то же самое можно сказать и про мясо, но, к сожалению, я еще не пришла к этому. И много таких моментов. Если вы хотите во второй части, я вам прям подробно распишу где-то. Это только сейчас, что вспомнила я. Что резко мне в голову пришло. Но я вам могу снять отдельное видео, где я расскажу о том, как поменялись мои взгляды на жизнь спустя время. И когда я смотрю свои старые видео, иногда я смотрю и думаю, блин, как поменялось мое мнение об этих вещах. И когда вы в комментариях пишите, что Айка не со стыковки, раньше ты там два года назад говорила вот так, а сейчас ты говоришь по-другому, это просто мнение человека меняется. Мы все меняемся. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что изменилось в вашей жизни спустя время. Всех люблю. С вами была Айка. Не забывайте подписываться. Пока.